всем привет в этом видео я расскажу о том как сделать вот такой вот прикольный градиент в виде кругов фигме с виду кажется что это ничего сложного через маску можно сделать подобный эффект но как мы видим в панели слоев это обычный прямоугольник простой и скучный точнее наоборот не скучный из-за вот такой вот классного градиента также расскажу как применить подобного рода градиент в работе с текстом ну что ж поехали переходим на чистый фрейм нарисуем подобный прямоугольник и начнем с ним работать значит настроек у нас фигма предлагает довольно много но воспользуемся именно теми которые нам нужны для такого вот эффекта классного эффекта с кругами так сделали заливку нужного нам цвета и в панельке справа добавляем еще одну заливку еще один слой заливки выбираем радиал с радиальную заливку и интересующий нас цвет давайте не будем отходить предыдущего сделаем не зеленую заливку значит что я делаю на панели на линии нашей заливки я добавляю еще одну контрольную точку которую сто процентов заливаю нужным цветом в данном случае у нас там зеленый цвет вторую же я не трогаю оставляю ее с края потому что если ее поставить перед созданной контрольной точкой то вот вы видите что у нас получается ну в принципе если нужен вам такой эффект то можно поиграться как-то настроить более подходящий под ваши задачи цвет ну в этом уроке я не буду сильно углубляться в игры с цветами просто покажу как сделать такой эффект как был на первой картинке сделаем полностью залитые края чтобы это все превратить в круг навожу на контрольную точку зажимаю shift чик и все у нас получается круг ничего сложного чтобы управлять положением этого круга просто перетаскиваем его контрольной точке туда куда нам хочется мне например хочется вот сюда все вот у нас такая вот получилась композиция чтобы сильно не париться просто выделяем нашу радиальную заливку справа control c control v вот и все мы скопировали слой заливки отодвигаем его в нужное нам место и допустим меняем на сиреневый цвет чик 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 здесь я дам немножко прозрачности к краю и немножко размытый краешек вот такой вот будет мутноватый сиреневый круг дальше снова выделяю не так именно выделяю сам слой заливки чтобы он выделился синим на панельке control c control v а чтобы манипулировать скопированным клацем на сам цвет тогда выделяется именно рабочая область наш круг чик 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 сюда цвет пускай будет синий синий чик чик этот будет плотно залитый вот и мы его переместим под сиреневый чтобы вот такой вот был эффект интересный а еще мы его чуть чуть увеличим вот так вот вот так вот так ну вот мы имеем значит такую заливку как ее применить к тексту набираем какой-то текст правой кнопкой по прямоугольнику копируем свойства правой кнопкой по тексту вставляем свойства вот и все здесь можно также подгонять немножко наши наш рисунок потому как градиент может лечь не совсем так как нам нужно и текст будет нечитаемый чтобы этого избежать мы выделяем сам текст и видим в панели справа всю его заливку выбираем какой-то из кругов и меняем его так как нам нужно например вот так вот что буква е и и дефис стали синим цветом и сиреневым немножко поиграемся отодвинем его исключительно на букву к с так сюда чик 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 вот примерно вот так вот вот ну дальше уже какая задача перед вами стоит либо насколько хватит фантазии в работе с таким вот градиентом в чем плюс этого метода делается довольно быстро не нагружает оперативную память и меняется в любой момент плюс также плюс огромный в том что в слоях нет путаницы всего два слоя мы имеем а вид очень прикольный получается что ж спасибо за внимание ставьте оценку этому видео и до будущих встреч встречу